Матч с Рухом 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 Второй тайм стартовался так хозяев поля. И поступы были к воротам соперника и удары, но все тщетно. Мяч упорно не хотел залетать в ворота. В это время, пока красно-черные скучно перекатывали его по полю, Рух продолжил голевую феерию. На этот раз свою фамилию в протокол записал Шевченко. 1-5. Гол был забит почти в кромешной тишине. На 68-й минуте очередной угловой у ворот Руха принес свои плоды. Левицкий оформляет дубль. Ответ к гостей не заставил себя долго ждать. На 70-й киллер Садовский оформляет покер. Через 5 минут вышедший на замену Петринка забивает седьмой мяч в ворота Белшины. Завершил всю эту феерию Дмитрий Рекиш роскошным ударом из-за пределов штрафной. 3-7. Бобручане отмучились. Последний матч, наверное, такой, что конец сезона уже с задачей не справились. Хотели играть в открытый футбол, но получился уж чересчур такой слишком открытый. Шашки на голо и много ошибок в обороне. Такие слишком легкие голы нам забивались. Поэтому, если нам тяжело наши голы давались, то нашей команде приходилось, как бы даже, не знаю, не то, что не попотеть, чтобы пропустить этот гол, а просто как-то расслабленно действовали. Очень расслабленно в обороне. Поэтому, наверное, из-за этого и проиграли. Надо было играть чуть строже. Игра не тем, не тем, как бы не надо было. Да, рух немножко поподвижнее, помобильнее выглядел. Проблемы начались уже в самом начале сезона, говорят многие футболисты Белшины. Кто останется в клубе и какая дальнейшая судьба у команды, на эти вопросы пока никто не знает ответы. После игры маршрут у игроков простой, чемоданы в руки и по домам. Как сезон начался, чего-то ждали, непонятно чего. Результата не было, игры не было, ничего не меняли. Да, и какие-то действия непонятные в плане того, что комплектование всего этого. То есть вопрос, наверное, больше нужно адресовывать руководство, а не мне. Поэтому я не могу. Я старался и за всю команду могу сказать. Все старались, все хотели, желание было. Но надо было чуть раньше поменять ситуацию, которая началась с самого начала. Сейчас у руля Руха стоит Александр Сиднев, человек, для которого Бобруис – город родной. Здесь он и чемпионом становился, и был главным тренером команды. Сожалею, конечно, что команда соперника вылетела. Я надеюсь, что все-таки сообща найдут силы, способы и возможности вернуться. Чего желаю чистого сердца. Очередная история Бобруйской Белшины в высшей лиге завершилась полным провалом. Команда вылетела в первую лигу. Максим Кембри, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.